2 марта 2021 года кавказ реалии опубликовала статью под названием похищение в чечне не менее 83 человек пропали с начала года и далее кавказ реалия пишет сначала 2021 года в чечне словики похитили по крайней мере 83 человек из них 41 в январе а 42 феврале 2021 года это следует пишет кавказ реалии из данных чеченского чеченского оппозиционного движения адат то есть имеется ввиду телеграм-канал движения адат ссылка на который кстати будет в описании обязательно переходите подписывайтесь в целом далее пишет кавказ реалии в целом число таких инцидентов снижается благодаря огласке отмечают администрации движения в телеграм-канале причины исчезновения это несогласие с политикой властей активность в соцсетях родственная связь боевиками они редко по свидетельствам очевидцев просто берут тех кто попал под руку во время массовых проверок в селах и действительно так оно и есть им причины не нужны для похищений причина может быть любая просто ему захотелось сделать результат вот он сидит дома пьет чай ему приходят в голову мысль какому-нибудь кадыровцу а почему бы мне не сделать результат вот давно я как-то не отчитывался перед начальством ну и он выходит находит какого-то человека просто его забирает качает ему в телефон какую-то липовую информацию закидывает ему пару фоток пару видео и отвозит его те конечно прекрасно понимаю что это липовый задержаны что ему ничего в принципе невозможно предъявить несмотря на это тоже имеют такую же мысль отчитать отчитаться перед начальством и начинают фабриковать липовое дело в отношении этого человека его начинают бить пытать унижать оскорблять и заставлять брать на себя дела которые в принципе он не совершал и самое интересное об этом знает рамзан кадыров об этом знает магомед даудов об этом знает вся верхушка кадыровцев потому что они создали эту систему по указке кремля они курируют этим потому что лично родственники кадырова часто участвуют в таких избиениях и пытках зная что эти люди абсолютно не виновны и зная что эти люди абсолютно понятия не имеют кто виноват не знают никаких деталей не могут никого назвать и так далее и тому подобное просто их заставляют говорить себя своих близких своих друзей знакомых и даже незнакомых поэтому эта статья очень важно ссылка на саму статью кавказ реале тоже будет в описании обязательно переходите и читайте к примеру кавказ реале дальше пишет что в декабре 2020 года то есть в прошлом году корреспондент кавказ реалии отправил запрос в кадыровскую чечню с вопросом о 132 жителях которые по версии адат были похищены в чечне в ноябре и декабре 2020 года мвд естественно ответила и вот текст о проверке информации размещены на телеграм-канале адат о возможном совершении преступления в отношении ряда граждан в управлении мвд россии по городу грозному проведена проверка факты изложенные в обращении не нашли своего подтверждения сведениями о совершениях каких-либо противоправных действий в их отношении у мвд не располагает вместе с тем данные граждан указаны не в полном объеме и установить их местонахождение не представляется возможным имеется ввиду что иногда просто подавалась какая-то фамилия человека либо его имя и там действительно не было в полной объеме его данные но очень часто подавались фотографии этих людей говорили говорили говорилось откуда из какого села этот человек говорилось его имя фамилия то есть в принципе все что нужно найти все что нужно для того чтобы найти человека и если учиться учитывать культурные особенности чеченского народа то зная просто фотографию и знает откуда этот человек из какого он района либо села его можно по щелчку пальцев найти и даже при этом не нужны никакие менты и мусора вообще это не нужно потому что общество очень взаимосвязано и легко найдут а если знают еще фамилию человека знают сила знают его фотографию то его найти вообще не представляется никакого затруднительным это без проблем сделать поэтому конечно же мы понимаем что менты кадыровские они врут далее кавказ реале пишут за что похищают задаются вопросы и подаются различные причины и поводы за подписку на адат и сотрудничество с пабликом то есть если ты подписан просто на движение адат просто на сам telegram ты подписан тебя могут похитить тебя могут похитить твоих близких твоих родных и так далее и тому подобное как примеру они сделали степсуркаевым салманом который был ссылка на видео кстати о нем будет либо здесь либо в описании переходите подписывайтесь он просто был модератором телеграм-канал в чате телеграм-канала движения адов он не был администратором у него нету не было доступа к различным сообщениям он не был организатором этого движения он был просто модератором был и просто его потом убрали из-за разногласий с администрацией несмотря на это несмотря на то что он в принципе не был в курсе дела в курсе каких-то секретных так сказать вещей связанных с этим движением его похитили его унизили посадили на бутылку заставили оговорить себя сказать что его мать гулящая что она его там нагуляла чуть ли что его отец его выгнал что он его не считает сыном и так далее и тому подобное то есть его очень сильно унижали очень сильно оскорбляли очень сильно над ним издевались это вот один из моментов к примеру также были убиты двое в декабре 2020 года один 27-летний жалим умаров и абубакар вахитаев они вроде якобы помогали оппозиционному движению в распространении информации о власти объявили их террористами я не знаю насколько это правда действительно они помогали движению ад или нет но даже если до их просто взяли и убили похитить могут за оружие но не потому что кто-то имеет при себе оружие нет просто к примеру в конце декабря магомед салах и дрисов после похищения после его освобождения где его пытали он попал в больницу в тяжелом состоянии а причина всего этого то что в огороде его брата то есть не у него в огороде а у в огороде его брата нашли тайник который двина в котором 12 лет назад один из их родственников который участвовал в сопротивлении против российской оккупации в чечне спрятал оружие то есть этот родственник закопал оружие у брата этого и дрисова теперь его нашли этот тайник и начали его и пытать избивать и тому подобное в начале января к примеру стало известно о задержании 29 декабря извиняюсь ахмеда кабилова его схватили в его доме в поселке андреевская долина ворвавшись дом силовики устроили погром и увели молодого человека под предлогом допроса лишь спустя месяц спустя месяц родные нашли его в отделе полиции его обвиняют в хранении оружия то есть им причины в принципе без разницы похищают также за интернет активность и оппозиционные настроения то есть ты в принципе можешь где-то какой-то комментарий оставить что ты недоволен российской властью что путин для тебя не президент это у них все уже им хватает к примеру в начале января 2021 года был похищен 17-летний житель села на телечные по фамилии борзункаев а в авторах был задержан 19-летний усман усманов место нахождения обоих неизвестным по данным телеграм-канала их содержит в роводе шалинского района их заставили под пытками за 100 оговорить себя записать какое-то вроде бы видео признание где они якобы собирались убивать полицейских то есть это в принципе нормально для кадыровской чечни был похищен также 25-летний житель села пригородная али яхьяев его задержали в начале января из-за комментариев в соцсетях дома осталась его больная мать 2 февраля стало известно об исчезновении жителей грозного 17-летнего белала исраилова и али чья фамилия неизвестна по информации телеграм-канала движения адат их арестовали за оппозиционное настроение и держат в заключении кстати ссылка на сам телеграм-канал движения адат в описании переходите обязательно подписывайтесь 5 февраля в собственном доме из-за лайков сети просто лайка был похищен похищен житель села гихи чу 60-летний сурхо цицаев по сообщению очевидцев силовики оцепили его дом изъяли все телефоны у семьи цицаева и провели несанкционированный обыск предположительно он находится в отделе полиции а чхойматановского района согласно информации адать за помощью к правозащитникам обратилась около ста человек пострадавших за связь телеграм-каналом к примеру осл нах среди похищенных подписчиков канала арс арслан хан арслан хан баштеев и ислам радуев ислам радуев как сообщается 1 сматили в шале 2 нашли в минеральных водах что касается этого ослана то у меня есть видео на эту тему ссылка будет либо здесь либо в описании там есть и еще другие похищенные это такое было телеграммы телеграм-канал созданные какими-то неформалами так сказать похищаются также за неправильное вероисповедание неправильное вероисповедание к примеру в середине января 2021 года стало известно о похищении жителя старо промысловского района города грозного из и дузаева дузаев это студент исламского университета в саудовской аравии против против него публикуется фабрикуются уголовное дело и как обычно это принято в кадыровской чечне тогда же исчез местный житель аюб бакаев и 11 классник дени дух духираев все трое как сообщает канал проходят по одному делу администраторы полагают администрации движения отдых полагают что таким образом их наказали за неправильное вероисповедание вы наверное не понизнаете что такое неправильное вы вероисповедание в понимании кадыровцев это не согласие с некоторыми моментами которые практикуют сами кадыровцы примеру если ты пойдешь на могилу какого-то известного религиозного деятеля и ты скажешь я не буду просить у него у этого человека у этого мертвого человека я буду просить только у бога напрямую без посредника то ты считаешься человеком как у которого неправильное вероубеждение и тебя могут похитить и пытать изнасиловать заставить тебя взять на себя какое-то уголовное дело и так далее и тому подобное похитить также могут за информационную войну 4 января в городе грозном пропал житель селения дубаюрт билан эль мурзаев позже он позже он обнаружился в ролике которые опубликовали в инстаграме министр печати информации ахмед дудаев на видео эль мурзаев стоит рядом с 18-летним шарипом арсимиковым похищенным ранее министр осуждает их за то что они стали орудием в информационной войне при этом накануне сотрудники полиции утверждали что не причастны к исчезновению эль мурзаева то есть они врут понимаете они врут на ровном месте у них нет ничего святого им поклясться ложной клятвой для них это все равно что раз плюнуть по щелчку пальца потому что у них нет ни совести не достоинства не чести ничего нет похитить также могут пишет кавказ реалия ссылка кстати на их статью будет в описании переходите обязательно читайте похитить могут за связь с убитыми боевиками арсимиков знакомый братьев тимурзиевых застреленных в грозном декабре 2020 года о братьях тимурзиевых будет либо здесь либо в описании переходите смотрите у меня есть полно видео на этот счет по сведению по сведению движения ады после похищения этот арсимиков находился на территории 2 полка патрульно-постовой службы имени кадырова его и эль-мурзаева о котором ранее я сказал освободили после съемок сюжета с дудаева то есть с ахмедом дудаевым 22 января благополучно завершилась история с 14-летней уроженкой дагестана жасмины саидовы полностью плейлист о жасмине саидовой беназире хамидовой которую убили будучи беременной ей у нее был выкидыш потом ее убили вспороли ей в живот и тому подобное будет ссылка на плейлист будет либо здесь либо в описании обязательно переходите смотрите девушка провела несколько месяцев вот это жасмина саидову у кадыровцев они убили ее мужа ее убили также убили ислама исаханова то есть ее мужа убили беназиру хамидову это другая жена который я сказал ее отпустили но без резонанса конечно же это дело могли спустить на тормоза и возможно мы бы ее никогда бы не увидели в живых потому что по моему личному мнению ее готовили для убийства с группой биту к его которые были убиты тоже недавно я думаю что именно с ними хотели и убить но так как ее история стала резонансной они отложили это а потом мать жасмины записала видео обращение и ей при им пришлось ее отпустить похищают также за колдовство то есть в принципе человека могут обвинить в колдовстве возможно он чем-то занимается я не говорю что это неправда но так или иначе похищают заставляют тоже извиняться на камеру и тому подобное и это знаете такое лицемерие когда сами кадыровцы занимаются колдовством и ходят к различным людям которые этим колдовством занимаются посмотрите у кадыровцу у всех у многих из них в частности у рамзана кадырова у магомеда даудова имеется такая ниточка здесь ниточка на запястье это колдовство и оберег это не из ислама это не из чеченских адатов это не просто украшение это колдовской оберег то есть кадырову можно пробегать к различным колдовским штучкам обычному народу нельзя я против в принципе этого колдовства это него не это невозможно оправдать ни один здравомыслящий человек не будет к ним ходить верить им и тому подобное кстати за только за то что ты поверил им ты выходишь из ислама поэтому это очень важно этот момент очень важен и тот факт что сами кадыровцы этим занимаются говорит о их лицемерии похитить могут также за пособничество террористам то есть в принципе ты можешь быть невиновным но тебя обвиняют что ты помогал каким-то террористам экстремистам и так и тому подобное как примеру был похищен мусор макаев из села котель юрт его до сих пор удерживают его не отпускают вместе с ним были похищены его два двоюродных брата это муса метаев и рахман макаев их отпустили также его жену тоже вот а его жена тоже побывала в полицейском этом участке не знаю где ну и и отпустили также а его мусора макаева до сих пор держит по крайней мере у меня лично нет информации что то чтобы его отпустили насчет о солдах я уже говорил тоже я подал ссылку переходите смотрите похищают также за намерение якобы намерение поехи поехать в сирию 5 февраля пропала 25-летняя жительница станицы червлёна марьям хожаева они я тоже говорил ссылка будет либо здесь либо в описании в описании переходите смотрите она были похищены и и двоюродных братьев один из которых отец двоих детей мухаммад эпиев имя второго брата не раскрывается в отношении них тоже фабрикуются уголовное дело о том якобы что они якобы ех собираются собирались поехать в сирию воевать в феврале 2021 года а движение ада ссылка на который будет в описании рассказали о похищенных тремя месяцами ранее тремя месяцами ранее 23-летнем юсуфе юсуф 23-летний юсуф куразов 26-летний саддам тарам хаджиев 25-летний хабиб багаев и 24-летний аламбек асхабов по сведениям по сведениям телеграм-канал движения ада против них сфабриковали дело о терроризме якобы они тоже планировали уехать в сирию при этом все время задержания при этом во время задержания у них с собой не было паспортов то есть люди без паспортов без ничего и якобы они собирались пересечь границу уехать в сирию понятное дело что это ложь полная похищают также просто из-за каких-то зачисток то есть они выходят на кадыровцы и делают зачистки для результата к примеру утром 27 января в станице асиновская из собственного дома был похищен 36-летний отец шестерых детей магомед сельмурзаев по информации телеграм-канала и ранее его уже дважды задерживали сотрудники полка имени ахмада кадырова и они же сделали это снова в первый раз под пытками он был вынужден взять на себя вину по сфабрикованному делу после этого пишет адат его снова пытали сломали ему позвоночник и ребра 7 февраля в распоряжении канала оказалась информация о массовых похищениях в селении автуры чеченской республики когда местных жителей прилюдно избивали и закидывали в машины некоторые из увезенных в тот день это магомед буркаев шамад сиддик халид хабажи дукваха исмаил то в султанов и так далее передает движение адат часть похищи похищение происходит прямо в многолюдном центре города грозного на рынке беркат 11 февраля там схватили двадцати восьмилетнего майорбека амхадова и увезли его в отдел полиции города аргун но вскоре освободили тот же день был похищен житель села авторы аслан азиев его сын джахар и их родственник резван азиев известно что в последующие дни силовики привозили схваченных в автурах где а свои схвачены в авторы где заставляли их на кого-то указывать а затем уезжали с уже вновь похищенными где их пытали то есть забрали из авторов затем привозили обратно в авторы заставляли их на кого-то указывать и тех тоже забирали и пытали гонение против этой семьи пишет адат связано с тем что их родственник абу сайфуллах воевал и погиб в сирии то есть вы понимаете каково положение в чечне какова ситуация поэтому очень важно это распространить подписывайтесь на этот канал поставьте лайк этому видео напишите комментарий обязательно что вы думаете по этому поводу и в описании к этому ролику будет ссылка на статью кавказ реалий на телеграм-канал движения адат также на мой телеграм-канал мысли и слабо тоже переходите подписывайтесь на саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату